В разговорах с друзьями, родственниками, да и просто со знакомыми на форумах неоднократно поднимался вопрос об американских джинсах типа, настоящие американские джинсы, какие они, где они, сделаны Когда говоришь о таких джинсах, то в первую очередь приходит на ум, наверное, три бренда Это, конечно же, Левиса, это джинсы Wrangler и, пожалуй, Ли Поэтому, чтобы разобраться окончательно с этим вопросом Я просто проехался по магазинам, которые торгуют джинсами И сразу же хочу исключить интригу Ни одних джинс made in USA я не видел 514 Левиса И вот здесь, что мы видим, сделано на Гаити Даже по-русски написано И здесь же рядом лежат другие 514 Левиса Они деланы в Колумбии Это магазин Костка Цена у них 29 долларов за штаны Для сети магазинов Target фирма Levi's Выпустила вот такие Левиса Серия моделей называется Denizen Делают 236 regular fit и 218 straight fit Regular straight fit стоят по 25 долларов Это же серия моделей Denizen 232 slim straight fit Вот они стоят по 30 долларов Песочного Вот такого цвета А где они сделаны? Бангладеш Denizen это марка Как я уже сказал, специально для сети магазинов Target Больше они нигде не продаются, насколько я понимаю Так, 218 джинсы сделаны в Лесото Хм, хоть, блин, можно географию даже изучать по этим лейблам Здесь же в универмаге Target большой выбор джинс Wrangler Чем мне Target нравится тем, что здесь можно посмотреть разные Wrangler Вот модель Carpenter Одна из моих любимых моделей Она мне нравится тем, что у нее снаружи тройной шов, снаружи бедра, а не внутри Эти Carpenter сделаны в Мексике Большинство Wrangler сделаны в Мексике Другая симпатичная модель Wrangler На этот раз со внутренним швом Который внутри бедра проходит Relax straight Wrangler Они сделаны в Египте Еще один интересный момент касательно американских Wrangler Это то, что у них теперь нет буквы W на карманах Эта вышивка теперь совсем оказывается не обязательна Я посмотрел на веб-сайте, только у некоторых моделей вышит от W Типичные американские Wrangler для Америки без W В магазине Coles тут дофига левисов И джинсы Илья тоже здесь покупаю Самая классическая классика из джинс это 501 левиса Что у них тут Они конечно на болтах Сделаны они в Мексике Посмотрим, чем нас порадует 559 левиса Эти джинсы сделаны в Мексике 559 модель Сделаны в Камбодже Камбоджа Цвет прикольный Мне нравится в американских всех этих штанах Здесь столько разнообразных цветов Столько разнообразного качества ткани Не в смысле качества хуже, лучше А в смысле что Разнообразный размер у трубчика этого Еще один известный американский бренд Джинсы Ли Сделаны тоже в Мексике Многие люди также интересуются качеством американских джинс Но о качестве им не судить сложно Поэтому я просто покажу швы Может быть это о чем-то скажет тем, кто разбирается в этих вещах Внутреннее расположение карманов, заклепок и лейблов Эти джинсы, их полная стоимость 60 долларов А на распродаже я купил их за 35 в магазине Коулс Внутренний вид пятикарманных левисов 501 на болтах Здесь лейблы эти, где изготовлены все такое Болты Карман с такой печатью За карманом здесь еще одного его С какими-то номерами серьезными, тут большими Для тех, кто интересуется, швы на 501-х левисов, которые сделаны в Мексике для Америки Левайнс Денизен выглядит чуть-чуть попроще, чем стандартный Левайнс Первое, что бросается в глаза, это то, что на карманах здесь нет этой шикарной картинки, которая есть на стандартных левисах На 501-х она совершенно другая, кстати, тоже И ткань на обычных левисах чуть больше, на карманах, по крайней мере, чуть более толстая, чем на Денизен Пуговица Денизен тоже немного отличается На стандартных левисах пишут Лерри Страунс На Денизен, соответственно, просто Денизен В остальном сложно сказать Молнии примерно одинаковые Швы Тоже я не вижу разницы Слева стандартные левиса Справа Денизен, которые считаются, так сказать, более бюджетной версией Снаружи я бы не сказал, что швы и строчка как-то сильно отличаются Опять же, слева это стандартные левиса Справа Денизен Все очень похоже Карпентеры от фирмы Wrangler, как я уже сказал, подкупают меня своими шикарными тройными швами снаружи бедра Внутри они выглядят очень простенько Ничего особого Те карпентеры обычно стоят 20 долларов А я их купил на распродаже, по-моему, за 17 Изнанка Wrangler, сделанных в Египте Те, которые Relax Straight Шесть заклепок Внутренний двойной шов Я не думаю, что я открыл какую-то Америку с этими джинсами, как говорится Но, тем не менее, я хочу заметить, что все-таки американские джинсы Made in USA Так и продаются, и они так и есть В том числе и от этих же производителей И от Wrangler, и от Levi's Они есть Но они стоят совсем других денег Если, скажем, вот эти Wrangler я покупаю за 16-17 долларов То Made in USA Wrangler продаются на их веб-сайте за 150 долларов То есть в 10 раз дороже Разумеется, что обычно люди их не покупают Как правило, если кому-то нужны джинсы Он идет в дешевый магазин Покупать дешевые джинсы, сделанные в Мексике, в Бангладеш Или в Лесото Покупать джинсы, сделанные в Мексике, в Бангладеш